Представься. Белый Константин Валентинович. Можно без очиства. И определимся давай, мы на вы или на ты. А как лучше для протокола? На ты или на вы? Ну как тебе удобно? Мне удобно на ты. А кстати, это правильно, что я совсем так быстро перехожу на ты? Иногда неправильно, иногда правильно. Это уже профессионализм вам подсказывает. Потому что иногда просто надо переломить этот барьер. Вот я с Олегом Николаевичем Богомазом. Он мне на ты сразу, я ему, да не вопрос, давай на ты и все. И вперед. И мы с Богомазом на ты как бы без проблем. У него очень маленький круг людей, с которыми с ним на ты. Ну это надо чувствовать. Поэтому я тут не советчик. Ну хорошо, Костя, я участвую с тобой, мне надо на ты. Ну значит на ты. Я на ты, я хоть ты и депутат, хоть ты и... Если я перехожу на вы, не обращай внимания. Хорошо, ладно, не обращай внимания. Работа это речи. Костя, значит скажи, реально в Николаеве, реально или нет, ликвидировать, не говорить... Говорить мы можем однозначно, это реально. Говорить и у нас с людей поговорить валом. Да. Даже с фильмами можем говорить. В общем, я понял вопрос, реально ли в Николаеве... Именно в Николаеве, детское. Да, значит так, берем определение, а можем ли мы Николаев отделить от другой территории Украины? Да можем, в этом вопросе можем. Нет, не можем, потому что на территории Николаева действует тоже украинское законодательство. А законы, кстати, классные. Законы сегодня стопудово классные. Не совсем классные. Скажи, какой плохой закон в этом плане? Ну, это, конечно, тема не одной минуты, и мы потихоньку к этому будем подходить. Я просто-напросто, как бы, понимая механизмы работы государства, я хочу и обратить ваше внимание на то, что мешает государству оперативно реагировать на вот эти вот неативные процессы. То есть есть такое понятие, как адаптивные возможности государства. Как русскими словами говорили. Адаптивные — это умение приспосабливаться к изменяющим силам. А, адаптация. Да. В чем заключается необходимость адаптивных механизмов государства? При Советском Союзе была определенная занятость населения в каком-то производстве, в хозяйственном процессе. Потом посыпался хозяйственный процесс. Чем это сопровождалось? Это сопровождалось, скажем так, потерей занятости. И вот эта непрекаянность, она является благоприятной почвой для вот такого рода неблагополучных явлений. И это, с одной и с другой стороны, определенный какой-то инстинкт духовной самозащиты. То есть примитивный инстинкт. Вот я привожу пример. Был вот этот град, если помните, градовой такой жуткий, который в Широкой Балке даже побил крыши. Приезжает ко мне мой приятель и рассказывает такую историю. В этот момент по Широкой Балке ехал его знакомый с новой купленной в кредит машиной. Он зашел в кабак на минутку, начался вот этот град, град прошел и вся машина, вот как, ну вообще, акт вандализма. У него состояние, ну скажем так, прединфактное, такое предистерическое или как-то, ну шокированное. Что он делает? Он возвращается в этот кабак, покупает бутылку водки, звонит своей жене и говорит, я нахожусь в кабаке, пьяный, приезжай. И из горла выпивает эту бутылку водки. И падает тут же, она его как бревно увозит. То есть, что сработало? Сработал инстинкт самосохранения. Человек почувствовал, что он вот это психическое перенапряжение выдержать просто так не сможет. И для того, чтобы себя, может быть, уберечь там от инфаркта, инсульта, вот таких вот побочных явлений, он тупо просто напился. И уже как бревно, ничего не соображая, а другой, наш с вами общий знакомый, хорошо знакомый, я с ним разговаривал. Когда он выходил на орбиту, он говорил, я испытывал такие эмоциональные перегрузки, что, ну если бы я не начал, как говорится, расслабляться, то я бы не выдержал. Но потом он, выйдя на орбиту, уже как бы отстал от этой привычки. То есть, о чем я хочу сказать, что если мы хотим победить вот это зло, то там надо.